Всем привет! Я Зайцев Роман, автор нескольких блогов, в том числе моего авторского романа Зайцева «Живу на ДВ». Автор нескольких курсов. В общем-то, я их особо не афиширую. То, что, собственно, тревожит меня, тревожит и многих. Многие вопросы жизненные, да как бы, бляха-муха, бросить курить, как бы избавиться от такой зависимости. Бросал много раз, взял и бросил. Ну, здесь об этом не буду, здесь несколько другую тему я буду поднимать. Поднимал тему я с алкоголизмом, участвовал в записании курса, ну, там я не афишируюсь, очень хороший курс, достаточно такой интересный получился. Ну, как бы с монетизацией несколько проблемно, потому что мои, как бы, партнеры ввели неправильную политику монетизации. А курс прямо шикарный. Опять же, ссылки здесь давать никакие не буду. Интернет большой. Вот. Что касается сегодняшнего. Это на протяжении последних полутора лет здоровье у меня прямо ухудшается. Прямо в прогрессии. Прямо каждый день хуже, чем предыдущий. Чтобы вот так себя чувствовать довольно нормально, подвижно, да, здраво. Я, как Джеки Чан, должен приходить в себя по утрам полтора-два часа разминаться, прогружаться, так сказать, закидывать в себя ряд под программ разнообразных, массировать суставы и прочее. Короче говоря, как у Булгакова. Кашлять я начал, товарищи, кашляю и кашляю. Мне бы, говорит, спать, а я кашляю. И там у него на 15 страницах, по-моему, текста такая плотненькая, такая эпопея больного. Вот. Ну, что сказать. Хотел назвать этот курс. Хочу умереть абсолютно здоровым. Было бы смешно и так достаточно, ну, смешно, может быть, и достаточно, как это называется, невариативно, слово такое интересное, когда, а, популяризационно. Вот как это было бы. Ну, так вот. Курс будет такой. Хочу быть здоровым. Не, хочу умереть здоровым. Потому что к этому у нас ведет медицина, да, нас лечат, лечат, лечат. И в конечном итоге мы все умираем абсолютно, абсолютно здоровыми. Ну, последние точки ставят у нас патологоанатом. Ну, в Николаевске был патологоанатом из Батистана. Тут рядышком где-то патологоанатом тоже работал. Одно время где-то под Хабаровском. Там тут вообще с Геленджика приехал. Ну, у нас тут как бы весело. У нас тут все-все-все. Так же, как Винни-Пух, да, и все-все-все. Помните. Не буду писать. Такой длинный, значит, это, в общем-то, путь в новый, такой, в новый замечательный, как сказать-то, даже не знаю, курс. Что это будет, я пока до конца не определился. Но мне хочется делиться своей мыслью. Потому что сколько этих мыслей осталось, я не знаю. Сколько осталось моих, и тем более не знаю мыслей. Потому что, да, ни для кого не секрет, что мысли – это такая штука, подобно вирусному явлению. Они живут помимо нас. Сейчас, на, не буду тоже эту тему полемизировать. А скажу только, что я делаю вход в такой подкаст сейчас. Хочу быть здоровым. Где буду рассказывать то, чем он занимался. Таким образом получалось, в общем-то, продлить себя, да, свою вот эту жизнь, вот этого физического носителя. Как получилось выкарабкаться там из разных ситуаций. Потому что, судя по всему, есть такие предпосылы, что я вообще появляться не должен был на этот свет. Ну, какие-то вот, какие-то вот между собой, какие-то движения между собой пересекались. Вот получился вот такой Зайцев. Деревенский блогер. Обычный житель, да. Россия, матушка, живу на окраинах, на окраинах, можно сказать, нашей родины великой, на берегах Нижнего Амура. И вот записываю всякие интересные видосы, делюсь своими наблюдениями, замечаниями. Кому-то интересно, может быть, да. Ну, кому неинтересно, там, может быть, нет, собственно. Но я пытаюсь в своем блоге собирать то, что я вижу. Вот, ну, и поэтому мне показалось это слишком неинтересным, да, писать о чем-то об одном. Потому что я достаточно разносторонний, развитый. И очень много людей, на самом деле, разносторонний, развитый. Именно поэтому не могут правильно позиционировать свой блог, правильно расставить хэштеговые позиции. И, соответственно, получается, что блог проваливается в поисковой оптимизации. То есть мы начали одну тему, тут же другую, тут третью, как вот у меня вот эта мишень, она получилась. Ну, а сейчас, в данный момент, я сделал акцент на определенном направлении, которое, в общем-то, всем нравится, всех устраивает. Это для поддержки канала, естественно. Вот, ну, плюс, как бы, мне это тоже зоозащита, мне тема, она достаточно близка. Вот, я даже думал участвовать в тендерных вот закупках на тему вот зоозащиты, отлова животных. Но потом, как бы, подумал, что это несколько, ну, не мой уровень. Здесь просто, я смогу сделать намного больше, если запущу какие-то другие проекты. Ну, для того, чтобы запускать проекты, необходимо быть здоровым. А как быть здоровым, если все заточено на то, чтобы человек стал вечным пациентом в больнице? Как к этому прийти? Как разграничить питание? Как разграничить свое время? Да, вот модное слово, time management, управление своим временем. Ну, скажи ты, управлять временем? Не надо ничего придумывать. Как быть со сном? Сколько спать лучше, чтобы чувствовать себя? Что как? Я не врач, я не доктор. Все. Но я перечитал массу литературы, массу всяких вещей, перепробовал. Что-то пошло на пользу. Что-то вообще во вред пошло абсолютно. Начинал я вообще, попало в руки давно еще, брошюра, практически в юности, лет в 14. Брошюра Иванова, Порфирия Иванова, Порфирий Иванович, по-моему. Это прям произвело переворот определенный у меня. Что можно вот так, человек может, человек даже должен жить в холоде. Почему? Да, вот всегда северные народы, они были всегда крепче и духом, и мозгами, силой мысли. Почему? Потому что холод он аккумулирует, он заставляет накапливаться от этой энергии, он заставляет двигаться. Этот холод он развивает. Рюка, он расслабляет. Как в том анекдоте, да, этот самый негр лежит, на него бананы падают, он банан поднял, съел. Ну, понятно, анекдот на самом деле все это не так. Африки как таковой давно уже нет. Есть много-много колоний английских, французских, американских. Ну, анекдот такой лежит. Банан съел, к нему подходит, чел говорит, что ты лежишь, банан ешь, взял бы, сходил бы на рынок, отнес бы. Зачем, говорит. Ну, пойдешь, продашь, получишь деньги, купишь тачку, будешь на тачке уже возить бананы. А зачем? Блин. Ну, на тачке бананы потом начнешь возить, получишь больше денег, соответственно, за меньшее количество времени. Наймешь рабочих. Рабочие тебе будут возить бананы, продавать, а ты будешь под пальмой лежать и ничего не делать. Да? Да я и так, говорит, лежу, ничего не делаю. Понятно, да? Там, ну, какой там прогресс? Ну, это как бы анекдот, но он, допустим, характеризует. Конечно, не то, что там люди хуже, лучше там. Нет, конечно. Просто климат, климат, это, конечно, имеет очень большое значение вообще в развитии, в культурном, в том числе в цивилизационном. Так вот, я не претендую на какую-либо научность, но то, что у меня получается, то, что не получается, то, что привело к ужасным даже последствиям, может быть, там голодовка у меня была 32 дня, я это записывал тоже подневно. На канале все Роман Зайцев Живу на ДВ, там это есть, если покопаться. Хорошо по каналу, там даже в плейлисты это, по-моему, сведено. Если интересно, там поиск по плейлистам, откройте канал Роман Зайцев Живу на ДВ, посмотрите, что получилось. Но здесь уже время идет к 9 минутам, я так планирую не более 10 минут делать такие вот небольшие подкастики, когда уже конкретно я подойду уже к чему-то объемному, когда начну пробовать новые вещи, чтобы показать их. Сейчас вот я практикую массаж Агулова, хочу, ну, вхожу только в это, планирую опять запустить занятие самоздравом, это капникатор такой, который, ну, кто знает, ладно, это дополнительное время объяснять, это каждое объяснение, это еще секунд 30-40. Поэтому вот, и планирую еще все-таки, наверное, с аппликатором Кузнецова поработать, тоже так чисто местно, не большие там ковры, вот. Ну, поэтому хочу стать абсолютно здоровым, хочу быть здоровым. Вот такой вот, я думаю, запустить курс, скорее всего, маленечко еще будет, еще емче. Ну, всем пока. Кому интересно, подписывайтесь, давайте вместе становиться абсолютно здоровыми людьми. Субтитры сделал DimaTorzok